здравствуйте друзья я рад приветствовать маша рутенбург на нашем канале маша добрый вечер привет юра совпадает у нас калифорнии у вас вечер у нас вечер у нас недавно было знаменательное событие в нашей жизни в нашем знакомстве с машей мы дивертуализовались вот свидетельство историческая встреча произошла в историческом месте катис деликатесен старейшим одном одним из старейших нью-йоркских заведений и это было по моему хорошо правда маш красных просто лучший сэндвич моей жизни огромный да был момент распробовали в общем рассказал я маша краткую историю этого заведения был готов двухчасовой лекции но в общем был о чем поговорить кроме еды но марс смотри сейчас у нас разговор конечно нам ты была впечатлена я помню нью-йорком и мы хотим к этой теме прийти но сначала мы начнем с так сказать главного дела я узнал что есть совершенно мало известные мне по крайней мере истории мало освещенной прессе такер карлсон об этом не говорил преследование юристов которые были вовлечены в события выборов двадцатого года и события связаны с 6 января я вот ты пообещал рассказать об этом я хочу шептить на обещание юра давайте расскажем значит преследования идут в две волны и мы понимаем что когда волны связаны с выборами то это не а уголовщине который якобы была совершена этими людьми адвокатами типа меня которые участвовали в election fraud investigations а это связано с чем-то другим вот я могу сказать про свою историю что когда я когда вот у нас были эти пресловутые выборы трампа двадцатого года я записалась в контору которая называется адвокаты за трампа это была вся американская контора которая это не контора это просто были волонтеры адвокаты по всей америке у нас были там людей с аляски огромные просто полки людей из техаса из каждого штата америки был кто-то значит а идея была такая что если будет как что-нибудь нечестное или подозрение честно и мы можем быстро мобилизоваться и поехать в тот штат куда нам скажут заниматься выборами и отмыванием выборов то есть мне позвонили через примерно по 4-5 дней после выборов сказали что вот есть пенсильвания сейчас горячая точка езжайся в пенсильванию вот вам адрес все ничего не знаю до свидания и вот все за свои деньги естественно езжайте помогаете если хотите уверить справедливость вперед но я подумала все на самолет полетела оказалось что это была контора задней части какого-то заброшенного госпиталя посреди черного района филадельфии и там на третьем этаже нас было весь все здание на первом этаже это были люди которые получали звонки о нечестности в пенсильвании а верхние этажи были заняты адвокатами которые пытались получить афидемида и как-то сделать какой-то легальный кейс из этого дела то есть я работала вот пенсильвания не хочу я вам уже не рассказывал подробности короче говоря живой стрим тогда по моему или ты прислал короче вот это все произошло тогда после чего я не знаю уже а потом когда был что января я была рядом с горячей точкой вот конечно там никакого никакого вооруженного нападения не было это все легенды и мифы созданные cnn компанией там было много злых людей которые образованных злых но интеллигентных людей которые в общем ничего плохого не делали были какие-то провокаторы которых были единицы которые действительно пытались сломать что-то и когда двери были открыты на распашку многие люди действительно в них зашли но это были все таки опять же если сравнивать количество людей которые там было там было по минимуму 200 тысяч что это были абсолютно единицы никакого вооруженного восстания тут не было insurrection тут не было это все легенды что произошло потом люди которые как-то были связаны вот с этим событием что в января им имели лицензии как можно людей заставить подписать какие-нибудь показания против себя или неправду если у них есть хлеб к которым они кормятся допустим если у меня есть адвокатская лицензия это мой хлеб если можно сделать какое-нибудь расследование против моей лицензии то это меня ставит вы очень такую тяжелую точку с особенно у меня есть дети и семья которые нужно кормить этой лицензии то я пять раз подумаю что я хочу сказать показаниями вот значит за мной пришли у меня были разговоры с fbi у меня были разговоры state bar association долгие длинные я брала адвокат это стоило больших денег это было примерно год это все тянулось то есть это они берут берут вас из мора и к сожалению я то не сдалась потому что мне в общем все равно я ведь имели лицензии деньги не зарабатываю у меня есть другие способы это делать а многие люди которые зарабатывают свои адвокатской лицензии своей репутации или как-то какой-то связи с законом а был такой еще профессор истман который был на команде трампа его адвокат его как бы его криминал это то что он написал легальная мема поддержку трампа говорящая что пенс имеет право оспорить выборы он конституционный ученый один из лидирующих таких умов америки и это было его в общем-то легальное мнение можно согласиться можно согласиться но говорить что это было предательство родине это смешно просто вот его сейчас одного из многих говорят что он как именно звучит по-русски обвинение но вот это этот кейс который в джорджии он один из этих посудимых этих этого кейса да 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 уголовная конспирация по нечестности на выборах хотя мы знаем как раз обратное что как раз очень много было нечестности я лично была свидетелем то есть после пенсильвании я потом занимался джорджии в джорджии было все возможные типы фрода которые бывают и трамп это очень много и очень подробно об этом говорил и многие дела маша вот этот фрод которые эти примеры нарушение скажем я перевожу фрод нарушений порядка подсчета голосов или броса голосов в общем преступления связанные с процессом выборов как это выглядело в джорджии вот с твоей точки зрения в джорджии было там много было типов то есть там там все возможные фроды которые были один из них это когда люди голосовали которых нету на water rolls были люди которые голосовали с адресов которых нет то есть потом делалось investigations одно из них было сделано в фильме который тютауз милз это там была освещена часть этого дела то есть были были адреса в которых никого нет таких было примерно 14 тысяч голосов трамп в своем этом самом пресловутом звонке с рафинбергером который секретарь secretary of state джорджия сказал что нам нужно найти 11779 вот разница между выборами проигранными и выигранными было 1779 голосов таких вот фейк как бы ghost votes то есть это людей которых нету на адресах которых нет было 14 тысяч четыре тысячи пятьсот по-моему я плохо сейчас помню четыре тысячи пятьсот это были люди которых мы уже проверили что таких просто имен нету последний то есть не последний одно из многих если вы помните был такой фильм когда были записи когда мы видели подкидывание голосов арена куда привозили какие-то ящики ящики голосов и они они стояли под столом потом еще видели есть такая была такая мадемуазель руби фридман которая передавала юсб драйв мы видели на опять же на на видео как она передает юсб драйв с одного другому человеку и из них были вставлены под потом в голосовательные машины она под всякой сказала что это были минтовые конфеты ну понимаете это видно что это вы не минтовые конфеты была маленький юсб драйв поэтому вот много таких маленьких инцидентов если все их сложить вместе получается что и все что сказал трамп этом звонке если вы помните что на голове слушайте мне неважно как но что он человек который привык бизнес я не хочу как бы никого унижать и никому предъявлять претензии но нам нужно найти и всего что было примерно 200 тысяч голосов было украдено начинаем нужно найти 11 1779 и он сказал секретарь стоит пожалуйста каким угодно способом что что вам легче что вам спокойнее пока покажите нам откройте карты не покажите что и где было и в общем то была суть его звонка потому что очень подробно объяснял если кому не лень почитайте транскрипт он очень подробно объяснял какого типа были там фроды и мы потом это все же доказали то есть это было потом придя но очень много доказательств этому делу и это только одна аккаунти понимаете мы говорим про fullton county там еще если одна такая кофе каунти которые просто отказал сертифицировать свои выборы в конце потому что они сказали мы вообще не знаю кто выиграл кто проиграл после всех озитов который мы делали мы не можем сказать точно, что выборы были честные. Они просто не посчитали свои голоса до какой-то степени. То есть там в Джорджии было все, что можно. И если вы понимаете посмотреть на Алабаму и Джорджию, это очень похожая демографика, очень похожая иллюзия. Алабама выиграла с огромным отрывом за Трампа, а Джорджия нет. Это очень странно, потому что... При республиканции у власти Кемпе. Да, да. Который, кстати, по-моему, вчера он собрал всех жизнеспособных противников Дональда Трампа у себя в офисе. Да, да. То есть там много идут политические, там всякие идут теневые игры, которые мы не полностью понимаем, но там вот эта партия, которая уже слилась с демократами, она долго сидит, они там с поколения в поколение передают свои посты, кто там левый, кто правый не знает, никто уже толком, но они сидят у власти. И, конечно, Трамп пришел и, в общем-то, пытался там все это немножко помутить в воду. Это всех раздражало. Если вы видите, с какой радостью они сейчас за ним идут в этой Фултон-каунте, за вообще смешные, совершенно претензии. То вы понимаете, что там не совсем так? Мне вчера было не лень. Я взял этот, мне что-то сон ко мне не шел после долгого переезда на машине, и я нашел этот протокол, транскрипт этого звонка, я его читал и читал, почти дочитал за первый раз. Это был часовой звонок. Рядом с Трампом был Марк Мэддус, его заведующий кабинетом, сказать его типов степ. И Марк Мэддус играл абсолютно техническую роль, которую можно условно назвать «good cow». А Трамп просто вывалил кучу цифр, очень методично, ну, естественно, не без своих вот характерных оборотов, но он просто привел целый водопад цифр в разговоре с Кемпом, и там присутствовала, с Кемпом, Рафенспергером, Брайдом Рафенспергером, секретарем штата, ответственным за сертификацию выборов, и он привел эти цифры. Вот то, что ты говоришь, все эти перечисленные виды и мертвые голосовали, и уехавшие голосовали, и уехавшие, приехавшие, уехавшие голосовали. То есть огромное количество, люди без имен, в бюллетене тоже такое есть. Я удивляюсь, вот даже в нашем скромном Бруклине, вот в прошлом году, когда был мой этот небольшой опыт хождения во власть, не могу сказать даже во власть, я и не успел распробовать. Но просто вот, когда я в них это все оказалось, что, допустим, из 150 тысяч проголосовавших условно, примерно 6 или 7 тысяч были бюллетеней, которые люди без имени бросили, то есть они пришли в участок, и они бросили бюллетень, вот взяли бюллетень, оставили в очереди иногда, иногда прошли без очереди, ничего не заполнили. К ним как менее, то есть количество людей, работающих на выборах в Нью-Йорке, примерно в 4-5 раз превышает количество голосующих. Они работают целый день, это неплохо оплачивается, по-моему, от 300 до 400 долларов можно получить, в зависимости от нескольких позиций, в день. Там есть потолок, по-моему, 2800, я рассказывал об этом, звал людей работать на выборы, которые у нас были, и которые будут, кстати, кто интересуется, друзья, можно еще подать и узнать, по-моему, еще не закрыто, надо пройти какой-то минимальный курс. И я все это расскажу, если кому-то это интересно будет. Знаете, как меня найти. Ну, короче говоря, и вот после этого они взяли и бросили пустой бюллетень. В Нью-Йорке у нас все машины, ты не можешь засунуть пустой бюллетень в эту машину, ты не можешь засунуть бракованный бюллетень. Если ты обведешь неровно, если ты поставишь квадратик вместо овала, звездочку вместо овала, тебя тут же отправят этот сам, обратно. И нам говорят, что 6 было пустых бюллетеней, 6 тысяч пустых, 6-7 тысяч пустых бюллетеней было брошено вот таким вот образом. Никто в этом не разбирается. Там очень сложность. Вот Джорджи, я, допустим, заметила. То же самое в Калифорнии, потому что я была один из, опять же, команды лойеров, которая наблюдала за выборами в Калифорнии последний раз, когда был Репл Ньюсом. Проблема в том, что когда в момент, вы понимаете, как это работает? Значит, есть конверт, на котором есть подпись снаружи, а внутри есть бюллетень. Вот в момент, когда они друг друга покидают, потом невозможно понять, кто, не то, что там есть порядковый номер на конверте, очень сложно делать аудит. И даже при таких условиях, когда наша команда делала аудит в Джорджии, можно было, то есть они смогли найти очень много этих моментов, когда был фрод. То есть, а если бы можно было сличить эти подписи с номерами, я уверен, что фрода было бы гораздо больше. Вот в Калифорнии, например, вот ту вещь, которую я заметила, когда был рекол, есть федеральный стандарт, по которому как бы машина не считывает голоса. То есть, когда машина считывает, она должна там меньше, чем 1%, они могут послать налево, и человек должен смотреть. В нашем случае 78% бюллетеней, понимаете, что это такое? 78% всех бюллетеней шло налево в заднюю комнату, где две женщины без американского гражданства, в нашем случае это были две женщины из Китая, которые не говорили по-английски, должны были с закрытыми дверями посмотреть, какое было intention of the war. То есть, что хотел сказать человек, который голосует, и они должны были своими глазами подтвердить чтение машины. Понимаете, что происходит? То есть, в данном случае, может быть, выборы были и честные, но если есть такая система, по которой 78% идут в заднюю комнату, в которой не допускаются люди, которые наблюдают, вот, допустим, люди, как я, могут смотреть за машиной, могут смотреть за то, как открывают конверты, могут смотреть, как встречают подпись, но посмотреть, что происходит в задней комнате, получалось, что это нельзя. И 78% идет туда. Значит, это как раз такой вот сетап, на котором очень легко устраивать потом в будущем какие-нибудь такие вот игры в отраске. Поэтому, почему плохие машины? Может быть, машины сами ничего плохого не делают, но то, как человек их настраивает, вот в этом начинаются игры. Потому что, если настроить машину на то, чтобы она не понимала 78%, а в нашем случае, когда был Recall News, 78% вопрос был, да или нет. Там сложно было не понять. Там один шарик, который нужно было закрасить. То есть, это уже непонятно, что вообще машине непонятно тогда. Понимаете, если в таком случае 78% уходило налево, то можем себе представить, что это будет на федеральном уровне, когда у нас 50 вопросов, там много кандидатов, много будет всяких. Такой будет шарик, такой шарик. Плохо закрасили, синим цветом, черным. Это способ, по которому можно всегда будет потом подсовывать выборы. Понимаете? Из-за этого проблема с машинами, а не с тем, что они сами что-то там делают. Машина – это кусок железа. Мне кажется, что Dominion, будет ли Dominion участвовать? Я вот предрекаю, у меня нет никаких аргументов. Чисто психологически, мне кажется, что Dominion, после того, как получили огромные деньги от Fox, они должны как бы из этого бизнеса потихоньку уходить. Потому что у них же бизнес международный, в общем-то, они во многих странах это делают. А зачем все работает? У них прекрасно все срослось. Их покупают во всех штатах. Они делают огромные деньги. Они проплатили всем, кому можно в прошлые выборы, чтобы очистить свою репутацию. Сейчас все немножко затихнет, они опять начнут. В Калифорнии везде Dominion. Ну, посмотрим. Интересно. Я, честно говоря, мои предчувствия меня не обманули по поводу дебатов в среду. Похоже же. То есть, ну, пока я еще, как бы, мне очень хочется выиграть эту бутылку бурбона, о которой мы поспорили в эфире. Я сказал, что Трамп не будет участвовать в дебатах. Интересно будет. Друзья, мы будем, мы включим дебаты в нашу программу в среду, так что вы не уходите далеко в среду и не настаивайте свой телевизор. Все будет здесь рассказано и показано. Я надеюсь, технически, опять же, держу пальцы крестиком с нашим другом Андреем Знаменским, как мы это обычно делаем по среду. Маш, как далеко они зашли в своих расследованиях, эти люди, которые звонили тебе и выясняли, и что их интересовало? Они чисто как бы пытались вот после шестого. Психологическая атака. Понимаете, они ничего не выясняли. Они пытались меня поймать на каком-нибудь вранье. То есть как это было? У меня был ряд вопросов, на которые я ответила. Потом эти же вопросы были заданы мне устно. Потом очень похожие на немножко другие вопросы были опять посланы мне анкетой. И в какой-то момент я сказал, ребята, я уже все ответила. Значит, я должна с вами какооперировать, но все-таки должно быть разумно. Если это просто уже на уровне того, что меня просто пытаются как бы предельно ответить за вещи, я не обязан с вами копирировать. Пожалуйста, предъявите мне официальное требование, судите меня в суде, я прошу jury trial, и все. Поэтому я больше ни на что отвечать не буду. Это был такой шаг ва-банк, потому что после этого они могли, конечно, меня взять за что-нибудь. Они почему-то, то есть кончились как раз выборы, волна отхлестнула, они от меня отстали, сказали, что пока все хорошо, но если какая-то новая информация поступит, мы сможем опять открыть это расследование. То есть как бы сидите тихо и не высовывайтесь. Сейчас я смотрю, опять волна. То есть они тоже отстали от всех, те были по всей этой статье, кто шел в Палифорнии. У всех был похожий результат где-то в прошлом ноябре, а сейчас я смотрю, опять началось. То есть может быть опять начнется, кто знает. То есть это вот у нас, мы живем в такой стране, которая похожа очень на ту, из которой мы уехали, к сожалению, теперь. Да, в отдельных местах, в отдельных местах еще пока есть признаки жизни, есть пульс американский. Я просто вот всегда выезжаю, когда из Нью-Йорка куда-то приезжаю в город, в такой, как я был только что, под названием Сиракуза. Я ходил и гадал, почему Сиракуза на русском языке это множественное число. Оно в Греции, Сиракуз, и здесь это Сиракуз в Америке. То есть названный город в честь Греции, я говорю, это была Греция когда-то, сейчас в Италии, без слова, в Сицилии. Ну, знаменитый город, Архимед там родился. Но вот этот город такой вообще меня впечатлил своей солидностью. на каждом блоке практически очень тщательно и умело построены церковь, то есть собор один, но церкви, церкви в Даунтауне очень много. И это, вообще, это часть Нью-Йорка, штата, это штат, это часть, где люди в очень больших количествах служат в армии, проезжаешь города, они вывешивают портреты, и это такие вот портреты, которые все же время там висят, это портреты ветеранов иностранных войн, так называемые, под американским флагом, на каждом столбе, на фонарном столбе развешены флаги, развешены портреты этих ветеранов, то есть город на это тратит деньги и почитает, и уважает. Ну, конечно, на границе между студенческим районом в Сиракузе, конечно, кто-то написал Free Palestine, но это, как бы, как говорят, приходит с территории, comes to the territory, но, в общем, это вот такой символ американского, вообще чисто, и бездомные, ну, парочку человек подошли ко мне, спросили мелочь, такого, конечно, безобразия, как в больших, так называемых, городах, там не наблюдается, и, то есть власти понимают, и жители тоже понимают, и следят за порядком. Я надеюсь. Конечно, также это все подвержено и всем этим опиоидным делам, которые там, там это самый главный бич, это не распад городов в таком масштабе, а просто уход молодежи в этот другой мир, мир наркотиков опиоидных. Маш, ну, тебе понравился Нью-Йорк, ты сказала, тебе был, хороший был день, и как-то был хороший тонус, и все остальное, и народ разодет, и я потом еще тоже шел по улицам после того, как мы пообедали, и я смотрел, действительно, какой-то человек открыл магазин шляп, например, таких вот очень вычурных, и тут остановился, я увидел, что эти шляпы в витрине, и остановилась машина, такси, из нее выскочил здоровенный черный дядька, немолодой, в шляпе-канатье, белоснежной, и побежал в этот магазин, я говорю, вы, наверное, не покупатель, вы, наверное, хозяин, он говорит, да, это мой магазин, было забавно, но ты сказала, что по сравнению с Сан-Францисом, тем не менее, конечно, Нью-Йорк не в той форме, в какой он должен быть, и там есть сильнейшие подводные течения, которые по всей Америке, по всем большим городам, демократским городам, они как термиты подтачивают эти города, это то, что люди работают в других местах, работают дома, делают свою работу, стоят пустые офисы, из-за этого страдает масса низкоплачиваемого народа, в том числе, и нам еще обещают, кстати, вот какое-то подобие ковида подогнать к выборам, чтобы жизнь Марине не казалась, но расскажи, как происходит дело в Сан-Франциско сейчас, если ты забываешь. То есть я, если кто не любит Сан-Франциско, понимаете, что разительный контраст в худшую сторону с Сан-Франциско, потому что в Сан-Франциско, мы идем по улицам, и там стоят палатки, там валяются иголки, по которым нужно не наступить и не проколоть себе ногу, вот, и это то, что происходит сейчас, это ладно там уезжают люди, потому что они хотят быть в офисах, если нет офисов, значит нету Старбаксов, нету ресторанов, еще нету, другая волна, это нету магазинов, потому что у нас в Сан-Франциско есть такая пропозичная 47, 47 поправка Конституции Калифорнии, по которой маленькая уголовщина считается, что очень дорого ей заниматься, люди занимают место в тюрьме, давайте просто прощать все, что меньше, чем 1000 долларов, но те, кто принимал закон, не очень понимал, что уголовники, считать, в один день за одного человека, за 24 часа, а если, допустим, один и тот же пойдет в 5 магазинов и в каждом возьмет по 1000 долларов, это считается или нет? Нет, не считается, а если он в 9 вечера украл, а потом опять украл в 12.05, это тоже считается? Но можно стоять у них как бы вот в уме, что они имели в виду? Имелось в виду, что это какие-то, мы вот придумали, знаете, был такой Жан Вальжан когда-то отверженных, который вот украл себе кусок хлеба, который голосует, да, в Калифорнии у них есть такие видения справедливого общества, что, конечно же, люди воруют не потому, что им надо, а потому, что они сволочи, а потому, что им хотелось, наверное, очень съесть там все с 1000 долларов, это, наверное, они просто голодные. Голосуют люди за это, у которых 1000 долларов это не деньги. Да, и так почему-то решение с 1000 долларов, это почему-то ланчмани каким-то образом. Вот, так получилось, что они вот теперь воруют сумки Луиза Ваитона. Сейчас открыли один из домов рядом с Сан-Франциско, гараж, который просто выпали на полицейских десятки тысяч сумок Луиза Ваитона, потому что они настолько обнаглели уже, что украли просто не один магазин, а целый мол, по-моему. И куда их девать, мне непонятно, но они лежат, допустим, в гараже. Сейчас закрывается очень много магазинов, там почти не осталось молов в Сан-Франциско, потому что, ну, если можно просто прийти и все забрать, то зачем, собственно, продавать что-то и покупать что-то. Вот, то, что еще происходит, у нас еще такая поправка сейчас еще, пока только она предлагается, но все, что в Калифорнии предлагается, очень быстро это становится реальностью, что, чтобы служащие магазинов не могли останавливать уголовников, то есть это, это криминал, если служащий магазина остановит уголовника, который ворует вещи, продающиеся в магазине. Можете себе представить? То есть это не палоси магазина самого, который боится, что его засудят? Это закон, который пытаются протащить, то есть он пока прошел два комитета, очень скоро, я боюсь, что он станет реальностью, потому что мотивация, то, что, так как эти уголовники они уже еще злые, они под наркотиками, спокойнее будет всем, если их не будут останавливать, потому что тогда эти работники магазина, они себя как бы подвергают опасности, когда они пытаются остановить уголовника. То есть калифорнийский ход мысли понять уже никому невозможно. И настолько себя уже пытаются обмануть многоэтажными способами, что то, что у нас осталось, это совершенно заброшенный город, покрытый бездомными калом, иголками, без магазинов, без кафе, без всего. То есть есть какие-то маленькие анклавы приличной жизни, куда стекаются туристы. Но если просто походить по городу и не думать про туристические какие-то там отдельные места, все остальное покрыто ровным слоем всякой дряни и находиться там не хочется, к сожалению. То есть я вот была у вас в Нью-Йорке, хотя многие говорят, что там проблема. У нас Нью-Йорк прекрасный город, что не Сан-Франциско. Все чисто, красиво, люди одеты, веселые. Какие-то есть там проходят сомнительные типы, но это не в таком количестве и не такого вида, как в Сан-Франциско. Потому что они все под наркотиками у нас еще там уже. Мы были еще с тобой в таком районе, это Лоуэрис Сайт и это легендарное место. Когда-то в 79-м году мне рассказывали, старожилы, я здесь тогда не жил, но мне рассказывали люди, что там было. И многие знают об этом. Это было такое время, это был мэр Динкенс и это было вот то, что ты рассказываешь про Сан-Франциско, происходило в Нью-Йорке, когда люди, жившие там, деваться некуда, тогда аренды были гораздо меньше, чем сейчас и люди просто не имели возможности. Здесь была какая-то работа, что-то там, не знаю, какие-то амбиции, как у многих нью-йоркцев, державших их здесь. И до 6 часов вечера надо было попасть домой, потому что после 6 это было опасно для жизни. Это вот то, из чего Джулиани вытащил Нью-Йорк. А сейчас Джулиани у нас идет по обвинениям 6 января, чтобы вы понимали, как у нас быстро поменялась Америка. Героя, который спас Нью-Йорк, он теперь у нас на скамье подсудимых, потому что он что-то там кому-то не сказал. Вы понимаете, что он нигде не участвовал в Джулиане, он просто говорил вещи. И за то, что человек говорит, у нас теперь могут тебе впарить какую-нибудь уголовную статью. Ну да, он вообще решили много о себе понимать. Я пытаюсь себе представить социальный состав вообще, кто эти люди, которые стоят за Байденом. Для меня, и я совершенно откровенен, я не фантазирую, для меня это какой-то сброд, который был туда во дворен, воцарен, в этот белый дом позади Байдена от Берни Сандерса, от Обамы, от Хиллари Клинтон, от кто у нас там еще остался. Какие-то, может быть, элементы и Буша там были, особенно не согласны с Бушем. То есть это как бы крэм-де-ля-крем, это сливки нашего политического механизма. Вот эти люди, которые считают себя знающими, как это нужно делать правильно, это те, кто организовывал то, что делал как его звали, Элиас, да? Эл-элиас, этот адвокат. Да, Марк Элиас. Марк Элиас, да? Эл-элиас, Эл-элиас, да. Ну, в общем, такие типа ассистенты подесты из стата Клинтона людей, то есть они протавливают вот такие вещи, про которые говорит Маша и от которых народ как бы не может понять, в чем цель, что мы хотим этого добиться. Мы хотим... Война, понимаете? Все понимают, все думают, что мы как бы все американцы и немножко там пытаемся урвать себе. У нас идет абсолютно civil war сейчас. Надо понимать правила этой игры. У них нет никаких барьеров, им совершенно все равно кого посадить и что с ними сделать. Им нужно получить власть любой ценой. Как многие коммунисты многих лет, вы знаете, что у них барьеров нет. Они объединены, у них есть цели, и они к ней идут. А мы пока думаем, как сделать честнее, правильнее, стоит ли поддерживать Трампа, не стоит ли поддерживать Трампа. В такой ситуации, я считаю, вообще говорить не о чем. И то, что вы посмотрите сейчас на лидирующий пол, вот Размусан сегодня вышел со своим очередным оценкой, и я хочу, я горжусь республиканцами, потому что еще недавно у Трампа было 49, а у Десантиса было там 24. Вот сейчас у Трампа 49 по-прежнему, несмотря ни на что, а у Десантиса 7%. То есть, в общем-то, люди верят, тем, кому они верят. И Трамп не потерял абсолютно в глазах избирателей после того, что ему это все винили. Так что, это хорошо говорит о нас, что мы понимаем, что у нас есть один лидер. Всякие остальные, там, не Ники Хелли, там, Рейхскат, или кто там еще у нас есть, это все мелкая рыба, которая никуда не всплывет. Будет он в дебатах или не будет, не имеет никакого значения. Мы знаем, что он хочет сказать, много раз его слышали, у нас никаких сюрпризов тут не будет. Так что, я всех призываю, в общем, объединиться вокруг одного лидера, который у нас есть, который за нас сейчас терпит. Который в четверг будет, между прочим, находиться в Джорджии и предъявлять себя и, как он сказал уже. Железный и терпит все это, и все свои гонения выносит очень стойко, мужественно, с оптимизмом. И, в общем, вот это настоящий лидер великой страны. Самые эксцентричные комментаторы признают, это же супермен, они говорят, мы не продержались бы вообще на его месте, двух недель не продержались бы при том количестве гонений, что ему помогает, не знаю, какая-то мистическая сила помогает ему и помогает нам. И я, кстати, должен, друзья, извиниться, тем не менее, при всем том, что я за Трампа и, в общем, как бы знаю все правильные ответы на все неправильные вопросы. Но то, что сделала CNN с Десантисом, я сказал, что вот он, вот эту фразу, я пытался препарировать, то, что он в интервью CNN с ним выглядело, что он назвал последователей Дональда Трампа listless vessels. Это такое, он его использовал уже в словосочетании, это его спичрайтер, ясно, что он не мыслит вербально вот на этом уровне. то есть это неправильный listless не прилагается обычно как прилагательное к слову сосуд, то есть это одушевленное существо listless, насколько я стал фосфором с этим делом и исследовал опять же лингвистику этого вопроса, не попадалось мне такого сочетания, но они отрезали эту фразу, она, это монтаж был оказалось, то есть Кучинелли, адвокат, помогавший Трампу, если я не ошибаюсь, в общем или у него политический или он шел в конгресс, в общем политический человек, он был на Синан, и он им тнул носом, он сказал покажите весь материал людям, потому что у меня есть транскрипт всего, что он сказал, и там не было этой фразы, которую уже приравняли тут же к basket of deplorables, вот этой вот накорзине мусора, которую Хиллари Клинтон назвала после избирателей Дональда Трампа, голосующих за Дональда Трампа, желающих видеть Дональда Трампа в качестве президента, вот уже бросили на Де Сантеса вот эту вот тень, и получается в общем типичная демократская вот эта вот нечестная вещь, с которой наши люди в общем не всегда могут справиться, я в частности вот пример, да, интересно, чем, как ты думаешь, как будет выглядеть четверг для Дональда Трампа, вот, сделают ли они то, что они грозятся сделать, потому что та тюрьма, в которую он должен прийти, что, впрочем, для того, чтобы его там сняли отпечатки пальцев и сфотографировали, как они обещали, начальник, там, этот главный шериф, это нам даже поможет, мне кажется, чем хуже, тем лучше сейчас, то есть, чем больше они будут лезть к нашему Трампу, тем яростью мы будем его поддерживать, потому что сейчас это просто смешно уже даже вообще об этом говорить, при том, что Байден на свободе и его сын тоже. Тюрьма находится под следствием, вообще, сама тюрьма. Сама тюрьма, там, воровство какое-то немыслимых размеров открыто, ее саму эту тюрьму расследуют, она на грани закрытия из-за злоупотребления. Ну, демократические все эти инститюшнс, это все то, против чего он воевал, поэтому, что они пытаются воевать против него, это закономерно. Вот, но я, знаете, хотел сказать вам, я была тут на фандрейзере, мне вот было интересно, в Калифорнии, приезжал Десантис на один день в Силиконвелли, и тут были все большие тузы Силиконвелли, все наши такие бромины из старой-старой семьи, которые поддерживают, то есть, там оказались, почему-то они все оказались белые или евреи, так уже получается, не было никаких черных, гиг китайцев, никого не было. Вот, и сначала, значит, говорил Десантис, все говорил очень разумно, ничего не могу сказать, он хозяйственник, он деловой человек, он, я согласна всем, что он говорит, он очень достойно говорил про Трампа, никаких выпадов не было, то есть, он, в общем, вел себя как разумный человек. И потом, люди, которые заплатили примерно 50 тысяч за право участвовать в этом обеде, у нас был маленький коллектив женщин, который там, человек 15-20 собрался, и мы беседовали потом, когда уже как бы мужчины отошли в одну сторону, там, курить или что, а женщины были в другой. Все беседовали, как вот вам понравился Десантис, интересно, неинтересно, что хорошо сказал, да, хорошо сказал, молодец, молодец. За кого будете голосовать? За Трампа. Так что, вот знаете, вот я говорю, почему за Трампа? Нет, Десантис хорошо, но он еще молодой, он еще не оперился, пускай посидит. Голосовать нужно за настоящего мужика, вот настоящий мужик из Трампа. Да, да. Нет богатых женщин Силикон Вилли. Слушай, ну это, в общем, хорошая новость, конечно, все должно это быть доведено до логического завершения, и меня, например, не пугает, то, что делает Трамп в своем возрасте, 76-77 лет, в общем, не всякий 27-летний, 37-летний, 47-летний, 57-летний, 67-летний может сделать. Да. При том игнорирование всех правил здорового образа жизни, и количестве нервотрепки, которые он переживает. Но, возвращаясь к Сан-Франциско просто на короткое время, я просто хотел узнать, я попал на информацию, она тоже была и Фокси потом, но я прочитал об этом. А по поводу магазина Гампс, я не ошибаюсь, Гампс Сан-Франциско, магазину 160 лет, и менеджер этого магазина, не знаю, хозяин он или нет, фамилия звучит по-гречески, но неважно, он просто взял страницу в главной газете, там, Chronicles, что у вас главная, целую страницу он купил рекламу, и он там поместил письмо, где он говорит, я официально говорю, что магазин 160-летний будет закрыт в декабре этого месяца, потому что город не может обеспечить порядка, потому что покупатели не могут прийти, а это дорогой магазин, и я вообще могу сказать, вот я готов поменяться с мэром нашего города, с кабинетами на один месяц, и вы посмотрите, что будет, то есть такое, я могу сказать, что он, очень был бы зол на этих женщин, которые за Трампа, скорее всего, по своему социальному, я не знаю, его предпочтение вообще, он пошел на фокус, может быть, он не безнадежен все-таки, при всех. Нет, он исповлеканец, он совершенно не безнадежен. Он исповлеканец? По-моему, да, то есть, потому что он сказал, что мы рядули в Техас, мы делаем выводы, что, скорее всего, он исповлеканец. И он, ну, это не важно. Что это за магазин, что это за магазин такой, ты вообще бывала в нем? Я не знаю, я мало знаю магазины вообще, в которых можно ходить ногами, но я не думаю, что, то есть, причины там многие, то есть, наверное, частично все-таки Амазон виноват, как во многих закрытиях магазинов в свое время, но в то же время, что человек любой, может человек прийти, потому что я занимаюсь, ты знаешь, я занимаюсь коммерческой недвижимостью, и у меня тоже много магазинов, которыми я занимаюсь, которые были моими тенантами, они тоже обанкротились, потому что к ним приходят люди, я их вижу, совершенно обдолбанные какими-то там наркотиками, с шарами вместо глаз, берут, что хотят и выходят, и никто, ни моя секьюрити, ни полиция не скажет им ничего, потому что это опасно, никому не хочется связываться, атмосфера в штате такая, что это не те вещи, чем штат занимается, поэтому, когда вот такое происходит, то магазин не может выжить, потому что их собственная секьюрити не может остановить этих людей, это нелегально, секьюрити не имеет права их останавливаться, вот, и что этот человек хочет уехать в другой штат, конечно, как у нас можно оперировать, если такое происходит, я знаю, что вот у меня даже в моих попарфоли закрылось несколько ритейл-магазинов из-за того, что они сказали, мы не можем это все вынести. Друзья, я хочу сказать, что у Маши есть кафе, и если вы живете в Сан-Франциско, вокруг Сан-Франциско, я хочу вывести сейчас адрес, это находится в Redwood City, кафе называется оно, как написано внизу, shenucoffee.com, кафе называется Shenu, и вот это адрес, потому что меня, как правило, спрашивают кто-то в чате всегда, где находится это кафе, после того, как я объявляю, вот это адрес, и это такой оазис консервативной мысли, консервативной жизни, где большое внимание уделяется культуре, и дети чувствуют себя там очень хорошо. Маша, если ты могла сказать пару слов. Да, конечно, то есть я когда открыла кафе, я понятия не мило, что там будет, я просто хотела, мне надоело ходить в Starbucks, в котором было написано Black Lives Matter, и висели гейские флаги, и я решила, что если, как бы, я не могу уже ходить туда, я взяла свое кафе. Я открыла свое кафе, то есть у нас теперь там, у нас две тысячи книг, то есть это литературное кафе с итальянским кофе, с французскими булочками и так далее. То есть мы в течение недели мы просто работаем, как обычное кафе с восьми до двух. По субботам у нас консервативные встречи. Вот завтра у нас, допустим, будет в шесть часов вечера у нас будет фильм, посвященный тому, как там на границе очищают, как проходят люди, которые проводят наркотики и разговоры с людьми, которые пытаются их остановить. То есть Айс или кто там у нас работает, федеральное агентство, которое пытается приостановить немножко огромный поток наркотиков, который идет через границу и как они с этим умеют делать. То есть это фильм, который был снят или спонсорирован Эпок Таймс. Вот мы завтра показываем шесть вечера. То есть у нас есть вечера, когда у нас есть консервативные фильмы, когда у нас первая суббота каждого месяца в 10 утра мы собираемся в своей Калифорнической Республиканской Ассамблеи, что является альтернативой ГОП Калифорнии, потому что ГОП у нас плохо работает, ничего не делает, и мы уже на них разозлились, и мы сделали свое отделение Ассамблеи. Ассамблея это была такая организация, которая была когда-то основана, не основана, но она была снова возрождена Рейганом, и с помощью нее он сначала возродил Калифорнию, а потом двинулся на федеральный уровень. То есть у нас есть надежда, что может быть с помощью этой Ассамблеи мы как-то вернем обратно себе штат. То есть вот это происходит в первую субботу каждого месяца. И плюс у нас очень много культурных людей, которые любят по-русски, мы просто предоставляем возможность делать. Вот вчера был вечер будет что, где, когда. Иногда у нас вечера танго. То есть у нас ведется такая активная культурная жизнь людей, кому скучно и хочется заниматься интеллектуальным способом проведения времени. Интересно, весело. То есть у нас человек 60-70 собирается в пятницу в субботу вечером на нашем веб-сайте и бывает реклама этого дела. Когда бывает? Это не всегда, но сейчас примерно два раза в неделю такое у нас бывает. То есть мы как бы сделали такое место, где нам приятно и спокойно и никто не будет кричать, почему у нас стоит мага-флаг, почему у нас американские флаги, почему мы пускаем консераторов и не потакаем этим Black Lives Matter. Но идет какая-то в общем движуха у вас, да, какая-то неоднозначность. Там я знаю, что была компания, и мы об этом частично говорили, на Yelp, например, да, где писали, а вы знаете, что есть такое кафе, где, извините за выражение, такое происходит, такое происходит. Да, любимая, что мы фашисты, это я знаю. Ну, что делать, значит, это организованная компания. Да, на каждого, кто нас терпеть не может, у нас есть пять человек, которые нас любят. Так что, знаете, как-то нужно брать пример с Трампа. Его ничего не берет. Какой-то там елк нас не остановит. Ну, прекрасно. Маш, ну, в общем, на самом деле жизнь показала, я вот, понимаешь, для того, чтобы навести порядок в Сан-Франциско, как и в Нью-Йорке, нужно укрепить людей политическими решениями. Вот этого не хватает. Денег навалом, людей, богатых навалом, бизнесы навалом, на самом деле, желающих заниматься бизнесом. Но политические решения являются самым слабым местом. И я в этом плане всегда вспоминаю то, что у нас было, когда начался Occupy Wall Street. Помните, вот этот каменный век, да? Когда они заняли кусок, протестующий против Wall Street, заняли маленький сквер, то есть несколько кусков мрамора отполированных, несколько деревьев, такой маленький кусок земли, где просто ничего не продают. Это называлось Зуко Типак возле Wall Street на Бродвее. И, в общем, это продолжалось какое-то количество месяцев. А потом в одну ночь пришли полицейские, когда было принято решение. И они пришли с бронзбойтами, они пришли с палками, они пришли как совсем, с чем положено. За ними шли уговорщики. И это все за одну ночь. Утром они проснулись, все. Как будто этого не было никогда. Ну, были какие-то там еще вспышки, конечно, я... Ну, по сравнению с тем, что там уже своя микрофлора была выведена, своя там флора и фауна появилась. То есть, они там... Люди всерьез и надолго обосновались. Я говорю, для меня был пример, то, что я видел своими глазами. Это когда Япис сидели в палатке, такие вот образованные, типа, потенциальные лидеры. И они все там сидели и шлепали на лэптопах, но по очереди вставали и крутили стационарно установленный велосипед, присоединенный к динамо-машине, от которого питалась машина эспрессо, кофе делающая. То есть, они принципиально не присоединялись ни к чему, у них была такая автономная система, как Робинзона Круза. Это был, конечно, там цирк был. Но все смылось в одну ночь. Вот это политическое решение, это то, когда Трамп говорит о том, что он закончит войну России с Украиной, там, конечно, все по-другому, там нужен большой бразбой, чтобы разогнать эту группу людей. Но это то, что он имеет в виду. Самое главное, что ты знаешь, что нужно делать и какой ты хочешь результат. Потому что по тому, как участвует Запад в этой войне сегодня, мы не знаем, чего хочет Запад. Мы не знаем, с кем, почему эти путаницы в сердцах, потому что не показывает Запад своего стремления понимание и видение, чего хочет он в конце. Все уже сейчас решили, что Запад хочет, чтобы выиграл Путин. Я сомневаюсь, что так обстоят дела, но по всему это выглядит точно так. Но мы сегодня про американские дела договорились обсуждать, и, знаешь, два ведущих будут завтра, послезавтра будут эти дебаты, и в этой студии Фокса будут два радиоведущих, которых я немного слушал, не очень много слушал во время и в расцвете их карьеры, но они там будут стоять и претендовать на роль президента Соединенных Штатов. И одного из них ты знаешь лучше, чем другого. То есть знаешь обоих хорошо, достаточно. Один из них Майк Пенс. Он радиоведущий в Индиане, и мы примерно себе представляем его траекторию. А второй человек, который политически, в общем, не очень нам известен, это Ларри Элдер. Нам он очень известен. В Калифорнии балансировался губернатор и неуспешно слил компанию. То есть мы его знаем и мы его не хотим, потому что он сольет все кампании, которые он начинает. У него нету желания к победе, он не знает, что он хочет. И это, ну понимаете, все, что происходит сейчас с этими дебатами, это информация, которая имеет никакого отношения к федеральным выборам. То есть вам нечем заняться, посмотрите, но это, 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 последствия этого никого не будет, потому что... Это паркетинг Фокса. Это Фокс пытается указать, что люди посмотрят эту аудиторию. Почти рекламу. Но это не важно, потому что Трамп будет баллотироваться и он таки выиграет. Все остальное не важно. Удивительно просто. Конечно, люди... Я когда увидел, что Никки Хейлей сказала, побывав на ярмарке Ваеве, наконец я увидел средних американцев. Вы знаете, кого я сегодня видел? Я видел средних американцев. Кто считает средним американцем? Вы помните, когда был что-января, кто первый продал Трампа, это сначала был Пенса, потом была Никки Хейлей. Так что она может поцеловать этот билет в то же место. Она такая посредственность вообще вот. Не знаю, человек, который настолько не понимает, в какую сторону ей надо плыть, чтобы выглядеть хотя бы минимально подлежащей вниманию американского народа. У нее там 2%, у Пенса 1%. Так что оба этих товарищей не имеют никакого значения. Как бы они не выступили в четверг блестяще, нет никакого шанса, что... Ну, хорошо, даже если они удвоят свои самые голоса, то мы говорим о таком... 49% у Трампа и 1% у Ники Хейли, 2% у Пенса. Ну, какая разница? Вот этот Вивек, который там баллотируется, у него там что-то минимальное там 7-8%. И опять же, это никого не волнует. 7-8 против 49% никогда не в истории Америки не побеждало. Поэтому, если они только... Хотя, если даже его посадят Трампа, все равно он может баллотироваться, по-моему. То есть, я не знаю, что... А он может быть... Да, он может вести избирательную... Делать это. Социалистам это разрешали. Единственное, что поможет, если его убьют. А все остальное не поможет. Поэтому, неважно, кто там еще баллотируется. Но, что касается Вивека, с ним интересно. Вот его, как бы, считают всерьез кандидатом, потому что у него нет этого вот... Он особенно не говорит о своем бизнес-опыте. Вот у Трампа не было тоже этого шлейфа, который есть, скажем, у Криса Кристи. Вот он был губернатором, вот некоторые любили как губернатора, нравился его там острый язык в какой-то момент. Потом он, в общем, когда он буквально поцелуй Иуда состоялся между ним и Обамой в критический момент. И это было во время нашего урагана Сэнди здесь, когда Нью-Йорк залило основательно. И, в общем, он после этого пошел только вниз и его добила история, которую назвали Бриджгейт, когда из его команды в общем там пакости были устроены мэру, кажется, Форте Ли. В общем, каким-то образом они там все такое делали, совершенно неподобающее, что очень затрудняло движение по мосту. Выставляли эти оранжевые конусы и так далее, и так далее. Но меня спросили, почему Майк Пенс в это все пошел? Сегодня мой товарищ меня спросил по телефону. Что ему там делать? Я подозреваю, что это просто его желание оставаться на плаву и в политике, потому что каждый кандидат, опять же, на любой офис образует свой комитет, так называемый, свою организацию. И эта организация является максимально приближенной легально к бизнесу. И ты можешь получать большое количество денег, если ты закрываешь свою компанию, то ты закрыл свой этот счет и так далее, и так далее. Если ты это не закрыл, то ты можешь продолжать собирать деньги, и из этих средств ты не сейчас собираешься идти в офис, ты собираешься идти через год или через два. И ты призываешь давать донейшнс, воспомоществование, вносить деньги тебе на будущую компанию, и когда человек еще при этом занимает какую-то официальную позицию, как Майк Пенс, например, у него есть, его зовут в телевидении, там, давать те или другие мнения, там просто продолжается вот это вот действие этой политической машины просто как свою, как работа, да? Ты ходишь, ты никуда не стремишься попасть, тебе нет никаких реальных шансов. У нас так существовал Шалдон Силлер, покойный ассемблемен, очень мощный человек, мощный демократ, который много сделал, как говорят, хорошего, много сделал плохого, был отдан последствия после злоупотреблений, и в общем даже сидел какое-то количество времени, но уже не знаю. Но и многие его вспоминают и хорошим, и плохим. В общем, он всю жизнь существовал с этим вот своим комитетом по выборам, и вот он уже, я вот сейчас пойду, сейчас я побегу, сейчас я буду там на следующем уровне правительства, а вы тем временем подкидываете. Ну, а люди знают, что он реально может сделать. Они ему подкидывают. Он своей позиции, такой, какой он есть, он уже хорош для них. Но, видимо, то же самое существует с Пенсом, если, вы понимаете, есть же такое голливудское, опять же, она не только к Голливуду относится, поговорка, что если вам говорят, что дело не в деньгах, то дело как раз именно в них. Я не думаю, что там только в деньгах, потому что у него был звездный час тогда, когда нужно было оскорить выборы, и он его сдал. То есть вот тогда он мог первый и последний раз сделать себе имя в истории. И мне кажется, что он сейчас, вот все это время я видела его на сцене в National Review, это есть такой журнал, National Review, основан был им баклой когда-то. И это очень такое сборище консервативных интеллектуалов. И Майк Тепперс пришел туда, как я понимаю, это было, это был такой способ немножко показать, как он собирается вести свою определенную кампанию. И он сказал, что вот да, много у нас было, 4 года было с Трампом, все было хорошо, я столько всего делал, я теперь знаю, то есть я, может быть, не такой сумасшедший, как Трамп, но я знаю все, что он делал, у меня есть ноу-хау, я буду спокойный Трамп. И всем хлопали, кроме как ему. То есть вот он, вот его этот спич никого не произвез, никакого действия. Мне кажется, он просто уже после 4-го января он зациклился на одном и то же, он уже не понимает, что он никому вообще не интересует. То есть деньги, не деньги, сейчас он будет баллотироваться, все, его момент в истории кончился. Он его разыграл, как он считал нужно, все, значит, другого у него шанса не будет. Да, и он не производит впечатления с его видео с этими, при всем при том, что Трамп, да, вот как он представляется таким вдохновенным, как это называется, джиниел, да, это не совсем гениальный в русском переводе слово, английское слово джиниел, то есть человек, немножко у него ветер в голове, у него там ветер в волосах, он, бизнес у него, но он непонятный, у него телевизионное шоу, у него там три женитьбы, у него там куча детей, еще и президента, вот он, при этом, при всем, у него все его стучки, все они, как говорится, check out, они все у него выстроены так, чтобы получить результат, вот у него есть дар к тому, чтобы получалось в конце, и его, опять же, вот магнетизм, это то, что, ты знаешь, он никого не оставляет равнодушным, вот Америка, есть люди, которые его любят, есть люди, которые его любят меньше, но, в общем, те, кто мало-мальски себя видят, как американские граждане, они, в общем, неравнодушны к нему абсолютно, и это хорошая стартовая точка для разговора всегда, он человек заметный и видный, и мыслящий, и, безусловно, менеджер, если ты можешь быть интересным, и еще при этом быть хорошим менеджером, который будет управлять страной, что мы еще хотим, что мы ищем себе какого-то идола, мы ищем себе, я не знаю, какого-то Ким Чен Ина, чтобы ему кланяться в ноги, абсолютно нет, абсолютно никто, я не знаю, те, кто говорят, ой, вы знаете Трампа, там грубиян, ой, там он, какие манеры, но вот Саша Бут, который Трампа не любит, а его сын вообще Саши Бута, это мой товарищ, который у нас утром был стрим в Лондоне, он сейчас в Афранции, неважно, его сын, это просто профессиональный Трамп и ненавистник, это Макс Бут, который постоянно появляется от лица, как это называется, Карнеги, по-моему, нет, нет, Foreign Security, Foreign, где Байден выступал со своей речью, хвастался, как он Шокину заставил уволить прокурора Украины за миллиард долларов, которые Украина получила за это, Короче говоря, CFR, Council of Foreign Relations, да, он профессиональный ненавистник Трампа, а Саша, он мыслитель, он консерватор, он никак не демократ, но все равно, каждый раз у нас идет тайная или явная с ним борьба по поводу отношений к Трампу, он его не оставляет равнодушным абсолютно, ни на секунду. Но он сильная личность, сильная личность, которая, все видят какое-то отражение себя в нем, плохое, хорошее, но вот как-то не могут пройти мимо. Да, сильная личность, которая не побоялась выйти к лучам прожектора, я не могу сказать, что Майк Блумберг, например, не сильная личность, глядя на его миллиарды, он построил свой бизнес, он все это сделал, и, в общем-то, по Нью-Йорку это Блумберг, Блумберг, это Блумберг, кто, но он проиграл, просто вот практически, показавшись только, встав на, на стартовую черту. Он проиграл, он просто слил, то есть у него нету вот этого, как у Трампа, который, несмотря ни на что, вот этот American Dreed, что называется, то есть вот он, у него есть выносливость, такой заезженной лошади, которую много в своем жизни вынесло уже, это не какой-то там жеребец, это рабочая лошадь, и нам это нравится, потому что он как раз хозяйственник, который может разобраться с этим бардаком, который в стране, то есть нам не нужно человека, который с трибуны там выступает и что-то говорит, нам нужен человек, который может прийти, сучить рукава и разобраться, и вот он как раз такой человек. Он и с трибуны может. Он и с трибуны может. Он многим очень... Ну вот вопрос, который многих беспокоит, и это может быть последний вопрос, хотя он сегодня, который мы обсудим, но сможет ли он как бы поднять температуру в этом вашингтонском котле, чтобы из него повыскакивали все эти лягушки, которые сейчас там клакают? Ну, я надеюсь, что... Поступен ли он на репрессии? Вот американский народ сегодня готов к тому, чтобы наказали целый ряд деятелей или, по крайней мере, начали рассматривать их поведение. Я думаю, что вот если что-то хорошего есть в этих всех расследованиях, что Трамп озвереет. Если он таки выиграет, это будет другой Трамп, который прошел через все огонь и воду и может наконец-то не жалеть всех, как он жалел в первый раз, потому что он человек великодушный, и многих, кого он пожалел, жалеть было не надо. Нужно быть злее и нужно быть мстительней. И будем надеяться, что это он получит. Знаете, может быть, не так все плохо. Может быть, у нас будет реванш 20-го года. Необходимо. Необходимо абсолютно. Ваше огромное спасибо. Друзья, спасибо вам, что пришли. И до встречи завтра. Завтра мы будем пробовать новую рекламную стратегию. Приходите рано утром. Наверное, в 10 часов, не так уж рано, в 10 по восточному времени. Всего доброго, Маша. Всегда в удовольствии с тобой поговорить и увидеться. Удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!